В комитете Юго-Сидпотребнадзора каждый день проводят лабораторные исследования на выявлению COVID-19. За последние сутки провели 64 теста, из них 4 положительные. «Я хочу обратить внимание, что все они выявлены в стенах стационара. Ни одного человека мы с улицы не взяли. Это те, которые приезжают организованно через карантин, в условиях карантина. Из этих 15 выявленных только два человека, которым был диагноз поставлен в Северной Осетии. Эту информацию мы получили через наших коллег Роспотребнадзор по РСУ Алане. Остальные 13 были выявлены в условиях карантина». Все зараженные находятся в специальных боксах в инфекционной больнице. Вместе с ним изолированы медицинские работники, которые непрерывно следят за их здоровьем. Все они в удовлетворительном состоянии. «Я хочу сказать, что все те, которые у нас в карантине, сегодня вот все эти 244 человек, они все себя чувствуют удовлетворительно. В том числе вот эти 15 человек, которые также сидят в изоляции. Круг контактных у них абсолютно, скажем так, очень маленькие. Это в условиях вот тех стен, где они сидят в карантине. То ли это бокс, то ли это отделение. У нас же сейчас очень многое зависит от медицинских работников, которые сегодня с ними же сидят в карантине внутри вот этих отделений. И от их грамотных действий и правильного подхода к поставленным задачам, от них тоже, конечно, немало зависит, чтобы инфекция не вышла за пределы стен стационаров». Марина Кочиева ещё раз обратилась к жителям республики не пренебрегать мерами безопасности. При любых симптомах ОРВИ сразу же вызывать врача надо. Стелла Бязрова, Аида Кочиева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.